Канаж, хуйня по типу Мактеридона Все, что надо знать, две вещи Первое, он кастует первобытный ужас Это каст, длинность около трех секунд И пока он его кастует, тебе нужно просто модельку персонажа отвернуть от модельки босса А когда каст закончится, развернувся обратно и нужно бить Потому что если ты не отвернешься, ты типа испугаешься дохуя Начинаешь бегать и получать там урон и так далее Короче, ничего хорошего Здесь все много случилось Ой, блядь, я не хочу В смысле, какого-то хочешь? Я хочу на сладкое ставиться пачку Я пусть за 3-2 еще, блядь Давайте ебнем того, на ком надо нужен сопрот, а потом плоским бд выпьем Тут на всех сопрот На всех сопрот должен быть Второй момент, папулька Значит, босс будет кидать несколько меток в рейд И через 3 секунды эти метки, они в общем разольют лужу под целью Соответственно, лужу надо выносить Там достаточно небольшая, на самом деле, квадратная арена Да, в 25-ке не канает, типа, тема, не с тем, чтобы как бы там кручить Я типа не вариант в тупую просто стоять нахуй Ну так мы их тупо и что не учат Ну нет, когда мы крутим это ебать Это ебать Ну, крутить попроще будет Сколько мне так вообще вкидывать в 25-ке? Столько же А-а-а А-а-а Еще угораете нахуй Пустишься 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 Как я у арены Ты типа метку поймал Сюда вот выбежал Подождал Она Под тобой разливать Это зеленая такая крутящаяся хуй-та будет Выбежал обратно Все Профессия Кидайте Трейд Сапроты раздаю Дальше Сапрот здесь пьют все Разминочные Дальше Будет интереснее Все скучные Не знаю Мне как тракс нравится Хороший Давай Артем Персонажем Приняемся на собаку Не Не надо Это я Не готов Скучно Сама Кинога Не язвала Что скучно Рассказал я И так Вмель стою Блядь Бартон Гором Нескучно Ну Хорошо Давай Так Поменяемся Чем Поменимся Милли Милли Оправили Смысли Но Я с радостью Побегаю В мире Просто Мы не Очень Честно Все Выпили Пальцы Все Отвалятся Пристал Баба Тут На самом деле На этом Боссе Еще Не Принципиально Что Небудь Сопрот Пить А вот Дальше Надо Будет Сто Процентов На этом Если кто-то Сопрот Не Выпил Можете Сдд Посереть Корот Черчинопол У нас Все Готовы Очень Хорошо Костяна Дай Рафаэль Дай По мне Бар Пожалуйста Спасибо Так Метки Выносимся Берегите Отвернулись Отвернулись Он Подмос Умрете А Сокрушающая Одна Меликов Можно Одну Кучку Устать Пожалуйста У вас Здесь Палит Неудобно Берегите Отворачиваемся Можно Бить Выносим Меточки Отвернулись Дивандос После Ужаса Бр Непокольфо Протащи Чуть Вперед Отворачиваемся Отвоз Угу берегитесь отвернулись это метку очень поздно решила носить берегитесь отвернулись берегитесь отвернулись берегитесь вы умрете болеть опять топ лыбика лежит как так плечо какой-то обосы на холика наверно это нахила исцеляющий поглощающий заклинания похуй и крупного эту ральному если чо я просто он все там нужно заменить хилу закинул ману рис и своему махилам нужны они туда поэтому приступят и патч это какая-то хуйня это просто со спдшкой груда к боссы параша блять он хопал единственных и так штаны тканевые слова тьмы боль взрыв разума шашлы что я тебя нету такой чарки арка есть штанов нету то есть у меня 58 это 71 штаны тканевые слова авто автор а чарка есть у тебя шипешная вторая нету а чё у тебя там ауга сейчас добегу до вас голова спдшная с духа с кожа духа с полная параша у меня таких голов лежит блять диван дисна дать я покрутишь на рд рубля и у меня есть две таких я тоже блять давай тогда код беги вот блять подарок ну и вот этот топор остался так значит нажимает 10 процентов и 50 процентов воды кашника так у этого грани у этого молод нару значит дадим отдавай ему а я пояс золотая потому что у него приору не будет а мне по приору я смотрю я смотрю у кого хуже шмат ну по концу стараюсь если чарка типа одна есть на вторую ну как бы там есть какие-то спорные моменты то договоримся там или на ролл кинем ну сейчас у тебя грань у него молод нару и мы лучше это пуха мне надо так сказать я нажал скорость меньше как бы по идее хуже чё в этом шмот это чё раскидываете все-все раскидали раскидали уже так ладно значит тактика сюда для рдд значит гляди две фазы на 50 процентов кп босса начинается вторая фаза бурсты ты бережешь до второй фазы соответственно значит гляди три метки есть вот крестик квадратик полу месяц это метки для ртд мы будем у них общего состояния фаз будет кидать в нас такие сферы которые будут дамажить всех кто будет находиться внутри тех сфер но один человек в этой сфере всегда должен находиться потому что если в сфере не будет вообще никого она будет дамажить весь рейт очень больно а если кто там не находится но 좀 дамажит не сильно и всего лишь те кто находится внутри то есть например одного человека в этой сфере всегда оставляем сразу인데요 Значит, людей, которые будут на постоянке находиться внутри, ну, в метках вот этих, в крестике постою я, в квадрате постоит A, в полумесяце пусть постоит фарла, значит, остальные, остальная RDD-зона, вы, в общем, бегаете по этим трем меткам. В зависимости от того, где нету, вы понимаете, сферы, вы бегите, бежите в ту сферу, в ту метку, где сферы нет. Дальше мне нужно назначить... А, да, вторая фаза еще. Значит, там смысл в чем? Босс будет вешать, короче, меточку на некоторых участников рейда, которая разольет лужу через 3 секунды. Вот там лужа важная, она, как бы, мерзкая, но она потом потребуется. В общем, эту лужу желательно разливать не слишком далеко от решетки. Да, вот по центру решетка, это основное место, где мы будем даться. Далеко от решетки эту лужу не разливай. Вот, а когда разлил, стой неподалеку от нее. Зачем это надо? Затем, что на, там, 15-20% хп босс начнет кастовать штуку, называется погружение во мрак. Это хуета, которая ваншотнет всех, кто не находится внутри вот этой вот сферы. Ну, вот этой лужи, которую мы до этого разливали. Она такая фиолетовая, крутится вся из себя. Соответственно, ты такой вынес нам эту меточку, разлил лужу, вышел из нее. Она там стоит, она с тобой крутится, ты бьешь. Потом раз босс начинает кастовать погружение во мрак, я командую, заходим внутрь сфер. Все внутрь заходят в центр, стоят, ждут окончания каста. Каст закончился, выходим обратно, продолжаем бить. Вот это дело, нужно будет еще в сейвы стать некоторые. Все, фактически еще важный момент. На первой фазе босс будет кастовать, в общем, черную землю. Там, в общем, в трех радиусах будут полоски черной земли вокруг босса, которые очень сильно бьют. Важно в этой хуете не стоять. И метки здесь стоят не просто так. Дело в том, что РТД, если вы будете держаться вот этих вот меточек, то когда с большого радиуса на средний, либо с малого на средний радиус будет переключаться черная земля, вам будет достаточно там пару шагов вперед или назад сделать, чтобы оказаться вне этой земли и продолжать в себе бить. Кроме того, когда радиус вот этой черной земли будет меняться, если он поменяется в тот момент, когда вы будете кастовать, и черная земля окажется там, где вы, вы получите в ебало просто нереальное количество урона. Поэтому я буду анонсить стоп каст. И потом буду говорить о том, когда кастовать уже можно начинать. Вот. Соответственно, слушайте меня. Дальше. Мне надо назначить людей, которые будут собак ловить. Эх. Кто это будет? Мне вот нравится почему-то идея спирита в дальний край. Или подожди, может у нас, может у нас Эя умеет обе стороны закрывать? Или не умеет? Могу ли? Ну, видимо нет. Так, сейчас, секундочку. Чтобы вообще РЧ здесь все присутствуют, я распинался. Ловить же, может, кто угодно, я. Ну, я обычно не назначаю никого, на кого летит, кто-то и разливает. Просто, блядь, встать на секунду, потом побежать, встать на секунду побежать. Ну, просто так она в танго польется, если во воротах песенцы 100%. Короче, смысл в чем, знаете все, когда вызываются собаки, я надеюсь, да, спирит, на 80-90% энергии у босса, когда второй раз это будет, выйдешь подальше по направлению, как бы, от рейда, чтобы заутать собак, если вдруг порталы с нашей стороны появятся. С нашей стороны кто будет закрывать? Кто умеет РД? Ну, ты закрой, че. Ну, я закрою. Встало как бы такое не самое приятное. Я постараюсь прононсить это, да. Но, если что, поглядывай еще сам. Там это, когда они к тебе подходить будут, там, кош на всякий случай нажми, чтобы хилом было проще тебя прохиливать. И слишком далеко не отбегай, потому что хилы-то они же в РДД зоне стоят. Слишком близко. Ну и все. Вся тактика. Сейвы назначен? Сейвы, да. Значит так, ну, первую фазу мы живем без сейвов сами. На второй фазе. Так, во-первых, че у меня вообще по сейвам есть? У меня есть холидринг. У меня есть флегматизм. Да, саурой тьмы. У меня есть... Все? Только, блядь, транквилы гимны. Смотри, у меня масса крау. У Хэпалю масса крау. Фарла масса крау. А, точно, у нас же там, блядь, а потом... Раз, два, три, четыре эма есть. Да. До хера у нас всего. Значит так, тогда... Первое дыхание мрака. На второй... Ну, тут анонсить надо будет, конечно. Блядь. Ладно, я буду анонсить то, что она нажимает. К Палу, у всех есть массакра? Бряу, К Палю. К Палю и Парла есть массакра. У Бряу нету. Хорошо, вопрос, почему. Хорошо, вопрос, почему. Ну, ладно. Хорошо, я тогда буду анонсить, кому, когда шоу нажимать. Холидринг, ты сдаешь массакру, отдыхая... Фу, под погружением мрака. Слышал? Может, под выход из него? Да к тому, он уже долго у тебя длится. Ну, хочешь, под выход дай. Ну, когда я скажу, когда я скажу, типа, что все ладно, я сферы, ты сдаешь, что хуйню. Я там под погружение, и на выходе надо будет, когда гимна КП. Так, значит, по мастер-аур начнет флегматизм. И, ребят, пальчики, тот, кто нажал мастер-аур, тут нам нужен будет мастер-аур, понятно, на защиту от тьмы. Вы нажали мастер-аур, дождались, пока он кончится, или даже не дожидаясь этого, освобождайте ауру, чтобы следующий занимал. Вы будете мастера-ауру сдавать по порядку, то есть, первый будет флегмат, второй будет буря, вот третий их палит, четвертый фарлат. Им всем можно тьму поставить, да и все. Через книжку. Через книжку, или просто отойти от рейда-группы и выбрать тьму. А, ну, кстати, можно и так, можно так. Сделайте так, через книжку нажмите все защиты от темной магии, чтобы не запутаться. Нам в целом, как бы, конечно, третью ауру не хотелось бы терять, но да, хуй без. Ну, пусть холидринг ее вот. Холидринг, холидринг вот в нее, да. Нам в этом, блядь, дефауру на броню, нахуй здесь не уперлись. Костя, сделай. Третья ауру. Только моя дефаура с талантом отхил увеличим, вот так, по-не. Тай похуй. Все-все ауры увеличим. Твоя любая аура. Твоя аура нам. Все, молодцы. Остальное я, в общем, постараюсь за анонсить арченок. А рыбу поставьте. Рыбу поставьте. В итоге назначил, кто за кем? Да, ты первый флегмат, бурявых, палев, орла. Такой порядок. Это по мастер-аурам. Массакра я буду голосом еще говорить. Дайте поставить там 2-3 секунды, блядь, не врывайтесь. Да, ребят, кроме припуллеров, первые там 2-3 секунды никто не любит особо. Что там? Так, еще раз ворчу на пул. Напоминаю, что бурсты мы все бережем до второй фазы. Так, еще раз ворчу на пул. Так, вот сейчас черная земля, будет, обратите внимание, никто. Так, стоп, RDD каст. Ждем, пока перескочут. Охуенно. Че? Кто-то со сверки вышел. Кто-то со сверки вышел, холостой там, бьем. А, блядь. Кот бегемот тресни на Ишка. На Жика. Кот бегемот. Кот бегемот. Ага, ложитесь. Ложитесь, ложитесь. Лежь, опалывая вроде. Так, я не понял. Кто-то, видимо, немножко не понял. Что-то с ним еще раз. Берегитесь. Ну, речь и сливайтесь, блядь, давайте хилиться будем стоять под боссом. Ребят, сказали же, если сферка над ком-то висит, не уходить, в любом случае. Да, я сейчас просто сферку непонятно где оставили. Да, это ладно. У меня же заменить. Должен еще. Кого заменять? Блядь, если что бы соевал, он не постоит же на земле мне под сферой. Чего еще раз? Ну, блядь, ну, если тебя будет какой-нибудь лог, он же не постоит на черной земле, блядь, под сферой. Ну, сферой это больше радиус. У сферы под сферой радиус. Тут просто надо правильно стоять люди. Даже если она упадет в центр полосы. Ну, это да, но чипу. Все равно знаешь, стоять не в полосе и закрывать сверху. Да и был у нее милик не пухой. Так, слушаем еще раз. Значит, ребят, RDD. Хилы. Не просто так метки стоят. Вы должны быть именно что в них. Блядь, не слева, не справа. А вот именно что в метках. Потому что сферы, которые она сейчас и вайпнула по большому счету. Поставьте, кстати, кто-нибудь этого дживса, пожалуйста. Сфера, которая сейчас у нас всех вайпнула, она... Она кидается на какого-то члена рейда. Соответственно, если вы стоите где-то в ебунях и на вас кинулась сфера, то вы с этих ебуней уже никогда в жизни не выйдете. А преимущество именно меток в этих местах в том, что если метка, в общем... Ну, сфера, вернее, попадет в эту меточку, в которой мы все стоим, то во время черной земли можно будет спокойненько ее доджить. Ну и все, собственно говоря. Поэтому, ребят, вы можете хилы. Только хилы могут себе позволить немножечко вперед выйти для того, чтобы захилить дальнего человека, который ловит собак, то есть спирит в нашем случае. Вот, это единственный вариант, когда хил может себе позволить немножко выйти вперед, а потом и то отбежать назад. Или можно просто хипало какого-нибудь поставить в упор к боссу, чтобы он в упоре там бил. Вообще, так и сделаем. Фарла, иди, ты будешь, короче... Нет, не Фарла. Бурява. Бурява, ты будешь стоять в упор к боссу. Тема, давай такое предложение на первой фазе пусть ему сдают. Тут не дохли на суп. Да, давай, у нас дохуя сейвов, мы можем себе это позволить. Блядь, проблема в том, что ты заносишь, сука. Костя, давайте делать же больше особо нихуй. Поанонсишь сейвы? Ну, первое дыхание же попадается на кольца, да? На черном земле. Да, да, и там из-за этого больно очень. Героя, самое страшное. Да, Кость, давай ты, короче, поанонсишь мастера. Те, как танку, особо больше не за чем следить. Окей? Хорошо. Все хорошо. Ай, ну и все. Повнимательнее. Прям в метках вы стоите. Не слева, блядь, не справа. В метках. Начинаем. Имя, имен. Да. Метку. В смысле, что, в метке стоять? Да, одним кемпом в метке. Кинула сферка, перебежали в другую метку. И так бегаете весь бой, блядь. Что непонятного? Угу. Хуй знает, что-то, блядь, какой-то новый велосипед и блядь, вижу. Ну, Те, мы сначала же объяснили тактику. Просто следуйте ей, все. Блядь, каждый раз какая-то новая тактика, блядь. Ну, ты выполняй. И ничего нового не будет. Если не нравится, можете играть сами. Эй, я. Так же вы говорите. Просто когда новая тактика, блядь, начинаются ошибки сразу, потому что ее не знают. А когда люди все знают, все убивается спокойно. Просто нужно слушать релла и делать, что он говорит. Как можно ошибиться в состоянии метки. Я могу вообще здесь без Дискорда играть? Моги. Могу. У нас сейчас нужно будет... Флегмат, давай сдавать мастера. Давай флегмат. Берегитесь. Вам рано как-то тянул, да? Наверное, рано. Так. РД стоп каст. Почтем. Никто не кастует ни хая. Шаги назад сделали. И после этого каст-вы. Все живы. Такой бы все давай там, поставим. Дальше сам. Значит, так. Спирит, выходи. Готов все ловить. Ага, все, все, все достаточно. Слишком далеко ушел. Ну, ёпт-вы, ма, ты говори кому-то ему сдавать. Блядь, вы назначили порядок. Я говорю, когда его сдавать. Портал. Все, рога, иди пизди этого босса. Портал с другой стороны. Геру. Да, геры, сдаем. Все, все бурсты отдали максимум ДПСа в боссы. За мяточками следим вращающимися. Да, Вакин. Сейчас разольешь, блядь, хуево максимально. Ага. Вышли из полусфер. Массакру. Холли две. Следующая мастер-аур будет от Буряо. Я скажу, когда. Бейте босса. Готовься заходить. Заходим внутрь, заходим внутрь. Массакра фарла. Все сдохли. Выходим из сферы. Ну, короче, вот так это выглядит. Сейчас убьем. А че мелики? Ребята, а че? Да, насрали. Меликинострали колодками. Ребята, вообще никто, вообще никто не вынес. Нет, ладно, кто-то вынес. Но многие не вынесли сферы, очень плохо вынесли. Ребят, значит, смотрите. Вот решетка есть, да? В решетке вот этих вот полусфер вообще оказаться не должно. Окей? Давайте следующий раз попробуем без них. Без этих полусфер в решетке. Остаблить вся билизона ровно полукругом за стороны. Да, да, да. Я смотрю, просто люди нахуй все мертвые лежат, естественно. Да, и на второй фазе в метках стоять уже не надо, можно разбежаться. Да, да, да. Совершенно справедливо. Можно еще один моментик схожу? Да. Когда погружение во мрак кат закончился, вы из сферы выходите, потому что вас хилить невозможно. Вы не стойте в них. Угу. Пробуем еще раз. Я flew до patrons. Поставил рыбу во уши. трюха не позорься ауга проснись дайте может эсэс кому кинуть только скажите кому надеюсь все под сапротами связи он там огурцы нам поставили можете взять жопу спасет ребят и когда ну как корица сфера пролетела вот в метку допустим вы не все стойте метки потому что дыма к вам тоже идет хилов напрягаете назначенные люди остается только в метках напоминаю что в кресте так с этим нельзя стоять в кресте в кресте вот имеет право не двигаться никуда во время первой фазы код бегемот крест в квадрате кого это назначало я уже не помню похуй заново назначим давай давай ты хэлла будешь подрать и в полумесяца будет фарла все метки мы не ставим метка после второй фазы нас уже не интересует там рассасываетесь и на решетку главное не разливаете лужи нормально еще раз гуляй костя отчет дает репута может кто-то пьет но может ну да тут на встрече до старых вас довести блин тут сложно очень что-либо осмысленное такое делать ой 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 танков забираете-то парала на сутки слоны ушли лишний ма топнули кастердо да шаги вперед сделали это его поставил хуёво отведи его подальше ровно в метку в мелую сферу не уходим со сферы делай ты подальше еще костя 5 спирит выходи я тоже выхожу войд подними фарла чё там портала понятно так я ловлю собак геру сдаем все бусты босс играем следующий мастер аур будет от бурява я скажу давай из темки вышли следующих полю но не сетевой метки боже давай давай поля следующий фарла будет мастер аур я скажу когда кодбинге вот флегмата подними далеко от полусфер не стойте что вам их еще забежать можно было сдавай сдавай видеть и добили